13 января 2021 года. Всем большой и морозный привет из города Москва. Как вы знаете, накануне в Берлине прошли переговоры помощников глав нормандского формата. Украину представлял Андрей Ермак, Россию Дмитрий Козак. И, казалось бы, все очевидно, что никаких договоренностей быть не может. И, собственно говоря, так оно и произошло. Потому что на вопрос, чем же может похвастаться переговорная команда России, Козак сказал, похвастаться нечем. Но среди этого был очень интересный один вопрос от российских журналистов. Они спрашивали, а нет ли ощущения у Москвы о том, что Киев попробует воспользоваться опытом Азербайджана для того, чтобы решить проблему Нагорного Карабаха, используя все имеющиеся военные средства поражения. Так вот, ответ был такой, что нет, они не видят, что Украина готова на военные действия. Такого ощущения пока нет. Тут ключевое слово «пока». Это было бы самоубийством начать боевые действия. Как вы думаете, что это значит? По сути, российская сторона очередной раз предупреждает нас, и не только нас, попробуйте докупировать оккупированную Россией территорию. За нее впишется вся российская армия. Такие слова говорил время от времени и Путин, и другие официальные и не очень официальные лица. То есть, что получается, спикер трехсторонней контактной группы, украинская делегация в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил нам недавно, что Украина предлагает Путину золотой мост для того, чтобы выйти из Донбасса и сохранить свое лицо. Но товарищи запоребрикам почему-то считают, что для них золотой мост не подходит, по крайней мере, в сторону российской границы. Они хотели бы этот мост в сторону столицы нашей прекрасной родины, города-героя Киева. А пока же, в принципе, если и размышлять в категориях золотой, по-моему, они согласились бы исключительно на золотой дождь. Хотя нет, это же Россия, им ближе намного. Да, кровавый дождь. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цыбалюк, я корреспондент агентства Униан в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами, как бы тяжело это ни было. А в вопросах войны и мира тут особых подвижек не предвидится. И да, я вспоминаю свое вчерашнее видео, где анализировал высказывания бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, который стал гражданином Украины, который нам нашептывал, что нужно чуть-чуть подвинуться, совсем чуть-чуть. И, может быть, Путин отдаст Донбасс как чемодан без ручки. Странные вообще-то эти россияне. У них Крым не бутерброд, Донбасс чемодан без ручки. А в результате это миллионы судеб. Все ради великого русского мира. Или русской войны. Берлинские переговоры на арбандской четверке не принесли результатов, хотя обмен мнениями был откровенным. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Казак, который представлял нашу страну на встрече. Очевидно, что результата быть не может, потому что Украина и Россия решают абсолютно противоположные задачи. Мы им предлагаем, намекаем, требуем, убеждаем, умоляем уйти. А они говорят, нет, Киев наш. А Донбасс, ну да бог с ним, подумаешь. Энное количество сотен тысяч человек осталось неудел. Он сказал, что режим тишины в Донбассе в целом соблюдается. По мнению Казака, Киев не попытается решить конфликт силой. У Киева просто нет такой возможности. Ну, слишком большая разница на военных потенциалов между Украиной и Российской Федерацией. Но, когда нам говорят о том, что Киев не попытается, только вот хочется задаться вопросом, а почему накануне этих переговоров российские захватчики снайперским огнем убили старшего солдата вооруженных сил Украины Олега Витальевича Андриенко? Это называется паралог к диалогу. Вот так они будут с нами договариваться. И что в такой ситуации можно делать? Только защищаться и оснащать нашу армию всем самым современным для того, чтобы этот русский Иван, если поехал там что, пограбить Донбасс, почувствовать себя великим. Или просто направился туда для того, чтобы проводить инструктаж для местных коллаборантов. Дорога назад у него должна быть только одна. Ну, вы понимаете, я о чем говорю, особенно в контексте ведения боевых действий. Следующие переговоры с участием России, Германии, Франции и Украины пройдут через две недели, по всей вероятности, в видеоформате. Где они снова ни о чем не договорятся. Единственный момент, где возможно в теории подвижки, это так называемая гуманитарная подгруппа, обмен пленными. С другой стороны, Ермак уже всех, кого хотела Россия вытащить, уже отдал. А наши продолжают сидеть. Вот такие вот они переговоры. Тем более Россия увязывает обмен людьми с политическими уступками. Почему они обижаются, что их называют страной-террористом, непонятно. К сожалению, похвастаться нечем. Не можем выбрать между золотым мостом и золотым дождем. Единственное, что можно сказать, чем отличался сегодняшний разговор, что он был достаточно откровенный обмен мнением по всем принципиальным вопросам, реализации Минских соглашений, реализации итогов Парижского саммита. Прежде всего, по политической составляющей урегулирования конфликта. О чем он говорит политическое урегулирование? А это что? Это формула Штанмайера. Это придание особого статуса для оккупационных администраций. Ну, то есть, все те шаги, которые необходимы для того, чтобы в Москве сказали, да, УКРы капитулировали. И, наверное, это совпадение. Но вчера друг Зеленского закрыл уголовное дело против Ермака и Кучмы, которое было возбуждено по статье «Государственная измена», когда год назад, по-моему, 10 или 11 марта 2020 года, Ермак отправился в Минск еще до пандемии. И подписали они там документик, предполагающий создание коррадиционного совета между Украиной и российскими гауляйтерами. То есть, начало прямого диалога. Когда в Киеве начался кипиш, и Зеленые подумали, что нет, за такое могут и вынести, естественно, дали заднюю. Найти окончательное решение не удалось. Договорились о том, что будут подготовлены новые принципы и подходы к формированию дорожной карты в трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему регулированию конфликта. Он будет внесен, внесен прежде всего Украиной. И мы в течение двух недель еще раз соберемся и обсудим все эти вопросы. Не нужно иметь всем пядей во лбу, чтобы сделать прогноз о том, что и через две недели корова русского мира будет на том же месте. Потому как, слушайте, вопрос же, он простой, но принципиальный. Чей флаг будет на Донецком и Луганском? Мы за флаг Украины. Потому что Донбасс и Крым – это Украина. А россияне говорят, что, ну, вроде бы когда, но флаг должен быть наш. И эти орки с российскими паспортами должны ходить в российской военной форме и выполнять приказы Москвы. И при этом вы должны говорить, что, ну да, это же единая страна, мы вернули Донбасс. Но что-то мне подсказывает, что так не будет. Что радует, что, по-моему, у Владимира Александровича все-таки сделали большой, такой, собственный путь для понимания ситуации. И если во время избирательной кампании звучали тезисы о том, что нужно просто прекратить стрелять, ну, действительно, что можно стрелять, а можно этого не делать, то теперь, да, они ведут вот эти вот вязкие переговоры. Да, у нас бывают непоправимые потери, но между тем офис президента и вообще украинская зеленая власть, они же по заявлениям в гособорон заказ прошлого года выполнили полностью, делают заказы на новые ударные беспилотники, планируют производить с Турции и Великобритании корветы, еще ракетное оружие современное у нас появится. И гляди, гляди, каким-то образом базис для мирных переговоров будет создан. Ну, а мы что? Мы все фиксируем и называем здесь вещи своими именами. Но вот этот вот момент, что российские пропагандоны проводят параллели между Карабахом и Донбассом, он абсолютно правильный. Придет время, и прилетят ударные беспилотники и начнут решать вопрос. Вопрос, когда, остается пока открытый. Да, тут важно отметить, что вчера в Киеве прошли переговоры президента республики Молдова Майя Сандуса, нашим дорогим гарантом Владимиром Александровичем Зеленским. И, среди прочего, красивых слов, там было заявление о том, что будет построена дорога между Киевом и Кишиневым в объезд Приднестровья. Знаете, что это значит? Да, все очень просто. Майя прекрасно понимает, и Владимир наш тоже прекрасно понимает, что выбить российских захватчиков, будь то Донбасс или Приднестровье, не так уж и просто. Подписывайтесь на мой чудо-ютуб канал. Большое спасибо моим патронам и патронессам, которые поддерживают меня и мою работу. Чао!